300 исков с начала 2013 года подала администрация города в суды различных инстанций с требованием снести объекты самовольного строительства. Борьба затяжная и нешуточная. Мошенники, а иначе их не назовешь, не хотят упускать незаконную прибыль и даже уголовное преследование не остужает жажду наживы. Но городские власти не отступают. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, за защитой нарушенного права юристы администрации идут вплоть до Верховного суда и выигрывают. Так, например, было с Евски на 18 и с зеленой зоной на Супсевском шоссе, где не дали построить очередной самострой. На совбезе Сергей Сергеев напоминает всем службам, которые должны стоять на страже интересов города. Потери от непоступивших в бюджет налогов – это невыполненные социальные обязательства перед людьми. С 2013 года, практически с момента проведения последнего совета безопасности, судами вынесено 23 решения, по которым узаконены объекты самовольного строительства. Тот, кто построил эти самострои и признал право собственности через решение суда, если он думает, что все закончилось, то он глубоко заблуждается. Очень глубоко. Вот здесь заложены наши бюджетные средства. Вот здесь статья 171 уголовного законодательства, здесь статья 159, и здесь десятки, если не сотни миллионов рублей спрятаны. Сами уходят от налогов, а людей берут в соучастники. В договорах купли-продажи квартир, в самостроях – смехотворные суммы. Квадратный метр за 2000 рублей – это прямое руководство к действию для правоохранительных органов, заявляет глава, и дает слово начальнику полиции. Тут несколько раз фамилия Антипин прозвучала, материалы уже БЭП согласовал с главным следственным управлением по возбуждению уголовного отдела в отношении него. Ну от этого не легче. Да, я понял, да. Белорусский 8 – это моя головная боль, она и ваша тоже. Поверьте, там ничего не закончилось. Он же не газифицировал до сих пор его. Да, я знаю. Есть решение суда, уже полтора года решение, есть исполнительный лист. Нет. Но констатация факта главу города не устраивает. Если все заинтересованные службы будут выполнять свою работу, а не искать причины и лазейки, то все получится. Уже получается. Многоэтажки на Владимирской, Шевченко, Терской, 219, Евскино, Калинино-Таманской и многие другие адреса. Сейчас у приставов на исполнении 35 судебных решений о сносе. Исковые требования предъявляли городские власти. Но почему не идут бульдозером по самостроям? Нет средств, объясняют приставы. Тут нужно подходить со всех сторон, искать все возможности, подчеркивает Сергеев. Они же не в воздухе, эти 35 объектов. На все земельные участки наложен арест. Для того, чтобы потом можно было при реализации этих участков, либо изъятие арендных и повторной реализации в аренду, возместить затраты, которые мы понесли, вы, мы, Федерация, на снос этих объектов. Снос некапитальных строений – еще одна забота властей. 342 объекта за три года. Снос в административном порядке. Пляжи практически очистили от деревянных шалманов. Единственные случаи наглости – отдельных коммерсантов. Два объекта на Витязевском пляже пока на месте. Но стоять им недолго. Я дал команду, пожалуйста, обратитесь с исковым заявлением в суд о понуждении сносу собственника и обеспечительные меры, о запрете деятельности. Они же что делают? Почему я говорю в феврале об этом, дорогие друзья? Ему в апреле по барабану. Он пять раз организует перенос судебного разбирательства по различным уважительным причинам. И закончится курортный сезон. Он его отработает, понимаете? А вот тот, кто электричество туда провел, я не знаю, Кубанинерго, НЭС, зона ответственности. Дорогие друзья, а на каком основании они провели? Или мы не видим? Все решения этого серьезнейшего разговора занесены в протокол.